Добрый день, уважаемые родители! Сегодня, читая ваши обращения, ваши переписки в чате, я обратил внимание на то, что довольно часто вы пишете о консультации, о процедуре с тем или иным специалистом, и из чего делал вывод, что, к сожалению, не все понимают, о каких методах лечения идет речь, и очень часто, ну, скажем хорошо, не очень часто, но периодически работа специалиста не соответствует тому методу, который вы рассчитываете. Соответственно, хочу рассказать вам об этих методиках довольно кратко, дабы предостеречь вас от попадания в руки шарлатанов. Я понимаю, что далеко не в каждом городе есть данные специалисты, но лучше не попасть никому, чем попасть в руки шарлатанов, чтобы не навредить вашему ребенку. Итак, наиболее частые методики, которые рекомендуют и которые, в принципе, должны, мы советуем, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, остеопатия или остеопатическое лечение – это метод основан на работе с костями, которые располагаются очень близко друг к другу и соединены достаточно плотно. Чаще всего речь идет о так называемой краниальной остеопатии, от слова «краниум» по латыни – это череп, то есть работа с костями черепа. Дело все в том, что кости черепа соединены очень плотно, но есть определенная подвижность. Так же, как края застегнутой молнией друг по отношению к другу чуть-чуть сдвигаются, так и кости черепа сдвигаются друг по отношению к другу. И работа вот на этом растяжении, вот на этих движениях, она очень хорошо регулирует определенные процессы в коре головного мозга, в желудочках головного мозга, в том числе и снижает или изменяет, как-то воздействует на внутричерепное давление, на активность коры головного мозга, в том числе и какую-то эпилептическую активность, и так далее. Кроме этого, можно осуществлять остеопатию в грудной клетке, остеопатию в костях таза, остеопатию в суставах, но это не работа с какими-то другими частями тела. Поэтому остеопат работает исключительно вот в этих участках, и остеопатия – это метод, который позволяет именно осуществлять, лечить те симптомы, о которых я уже сказал. Теперь дальше. Краниосакральная терапия. Краниосакральная она называется, потому что эта система объединяет краниум, вы уже поняли, это череп, и сакрум – это крестец. То есть система, которая действует, включает спинномозговой канал и полость черепа, где расположена кора головного мозга и еще некоторые структуры. Специалист, краниосакральный терапевт, он работает исключительно на определенных точках человеческого тела. Эти точки могут быть в районе верхнего края затылка, это могут быть точки в районе воротниковой зоны, то есть трепецевидные мышцы именно в районе лопаток, верхнего края лопаток или костей таза. Специалист, на первый взгляд, ничего не делает. Он держит там руки и своей энергией, своей чувствительностью изменяет движение краниосакрального ритма. То есть работа краниосакрального терапевта, она кардинально не видна. И здесь, да, действительно, объем помощи, объем лечения, спектр симптомов, которые лечит краниосакральный терапевт, она очень большая. К сожалению или к счастью, таких специалистов хороших на самом деле не так много. Это достаточно тяжелый для обучения специалистами метод, требующий очень тонкой чувствительности рук врача, очень хорошее владение своей энергетикой. Поэтому обилие таких специалистов настораживает. И если краниосакральный терапевт делает там еще что-то, то это тоже настораживает. Хотя понятно, что специалист может владеть несколькими методиками, и это ему только, как говорится, в плюс. Мануальная терапия – это работа, еще называют это костоправым или хиропрактом. Это работа на вправление каких-то нарушений, связанных с костно-мышечным аппаратом, чаще всего с костно-суставным аппаратом. И достаточно резкая, достаточно болезненная и очень эффективная по результату. Но, опять же, должны быть очень четкие показания. Показания, скажем, связанные с какими-то выпадениями дисков позвонков, с какими-то зажимами позвонков, с какими-то вывихами суставов и так далее. Заниматься мануальной терапией у ребенка, который, скажем, перенес родовую травму, практически нельзя, особенно у маленьких детей. Это нужно делать совершенно другими методами, вправлять, но вправлять настолько аккуратно, что специалист должен быть просто высочайшего класса. Обычно мануальные терапевты в своем большинстве работают со взрослыми и работают исключительно вот с теми симптомами, о которых я вам сказал. Теперь специалист, который занимается кинезиологией. Кинезис – это мышцы, это движение. Соответственно, кинезиология – это часть медицины или часть альтернативной медицины, которые работают, специалисты, которые работают с мышцами. То есть эта система основана на определенных методиках растяжек, на определенных методиках создания рычагов на группе мышц. Она очень мягкая, она практически безболезненная. И, опять же, необходимы четкие показания для этой работы. То есть это может быть какой-то болевой мышечный синдром, это может быть ограничение движений в каких-то суставах, ограничение движений в мышцах, контрактуры, связанные с состоянием после переломов. Вот эта методика неплохо проявила себя при лечении последствий детского церебрального паралича в плане контрактур мышечных. Но, опять же, кинезиология очень часто и очень хорошо сочетается с обычным классическим массажем. И специалисты, хорошие владеющие массажем, в том числе и детским, они с удовольствием проходят курсы кинезиологии и очень хорошо этим владеют. Хорошие специалисты. Теперь видов кинезиологии достаточно много. Может быть, кинезиология краниальная, то есть работа с черепом и с шеей и затылком. Там мышцы растягиваются. Это может быть кинезиология висцеральная, то есть работа с мышцами внутренних органов и так далее. То есть это работа специалистов. Поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь к мамочкам, которые проходят такие курсы, немножечко делиться со мной, почему-то не обязательно в открытом чате, это можно обратиться ко мне лично, делиться со мной даже не результатами, а впечатлениями о вашей работе с тем или иным специалистом. Как он работает, что он делает, как ведет себя ребенок при этом. И у меня-то появится возможность, хотя бы как-то опосредованно оценить его работу, чтобы не навредить прежде всего. Тут дело не в том, что все плохие, одни мы хорошие, а дело в том, что, к сожалению, очень много различных некачественных курсов, где обучают очень поверхностно. А мы сталкиваемся с детьми, которым нужна серьезная, квалифицированная, грамотная помощь специалистов, которые понимают, что они делают, дабы ребенку не навредить. Поэтому я надеюсь, что немножечко у вас ситуация прояснилась после нашего сегодняшнего разговора, и мы с вами будем общаться еще чаще, и включая вот этот раздел в вашей жизни. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя и будьте здоровы.